Всем здравствуйте! Сегодня у нас моделирование раскрой платья. Это платье из трикотажа и подойдет на разные фигуры. Почему на разные? Я сейчас буду все рассказывать, объяснять. Итак, платье отрезное, но не по талии, а чуть ниже талии. Выточки по спиночке. По спиночке я сделала шов. И этот шов можно как делать, как и не делать. Я это сделала с целью экономии ткани при раскладке. Я показываю, как выложить, чтобы ткани ушло минимальное количество. Но при этом мы получили хороший результат. Юбка, как вы видите, у нас клеш. Все это мы сделаем с вами по выкройке основы. Также выточка нагрудная, талиевая. Вот она здесь. Все у нас в линии талии. И с этим трикотажем будет прекрасная посадка. Будет хорошо все выкладываться. Поэтому, если вы будете задавать вопросы, А можно ли сшить такое платье не из трикотажа? Да, можно. Но если мы будем делать вот эту выточку, переносить, у кого большая грудь, то эта выточка будет, ну, как вам сказать, вот здесь вот в этой области, да, в центре груди. Мы можем это сделать только из тех тканей, которые хорошо-хорошо сутюживаются, разутюживаются. Если ткань плотная, если ткань такая грубоватая, не очень мягкая, то это могут быть вот такие вот пирамидки, от которых мы никуда-никуда не уйдем. Итак, работаем мы сегодня с трикотажем стрейч-кулир. Он у нас из интернет-магазина Тори ткани. Ссылочку вам оставим в описании. Расход ткани, ширина ткани, все это я промеряю в видео, вы увидите. Интернет-магазин Тори ткани отправляет по всему миру и делает скидку 10% при первом заказе. Вам нужно только указать промокод ткани женщина. Этот трикотаж производства Германия. Стрейч-кулир, он похож на футболочный трикотаж, но он здесь принтованный, поэтому прекрасно подойдет и для платьев, и для футболок, и для сарафанов. И это могут быть туникки, это могут быть и лосины, почему бы и нет, мы если сделаем лосины и однотонную, допустим, футболку, либо тунику, тоже будет смотреться очень хорошо. И с такой ткани шьют даже такие свободные широкие брюки на лето, потому что будет не жарко, комфортно и удобно. Конечно, стрикотаж стрейчевый. И теперь по поводу фигур. На какие фигуры подойдет это платье. Значит, смотрите, мы делаем с вами его отрезным не по линии талии, а ниже. Если есть наличие животика, мне сказали не говорить животик, говорить слово только живот, я буду говорить животик, то в этом случае я там дальше рассказываю, как правильно сделать, чтобы мы и живот не подчеркивали, но при этом немножко мы вытянем свой силуэт, и акцент на животике делать мы не будем, потому что мы не отрезаем по линии талии, а опускаемся ниже. Если у вас широкие бедра, допустим, фигура груша, мы вот здесь вот все подчеркиваем и опускаемся ниже талии, и вот здесь вот у нас по бедрам расширение будет минимальное, а вот здесь в области ног, да, вот так вот, будет плавный переход, тоже будет хорошая посадка. Если мы говорим о том, что у кого-то, допустим, узкие бедра, узкие бедра тоже хорошо подходят, потому что мы все равно придаем какую-то пышность, и платье будет так вот фолдить, красиво ложиться, тоже будет замечательно и хорошо. Если узкие бедра и широкие плечи, мы с вами рукав здесь не добавляем, кто хочет, пожалуйста, добавьте, то тем самым вот такой вот вырез лодочка, вот такой вот рукавчик, мы его чуть-чуть вот приоткрываем, здесь мы делаем как бы визуально уже плечи, здесь немножечко расширяем, то есть практически на каждую фигуру это платье подойдет и будет хорошо в посадке. По платью, которое на мне, есть у нас мастер-класс, мы его полностью шили от начала до конца, ссылочку тоже найдете в описании. Теперь платье вы можете рассмотреть на мне, кстати, я не сказала о фигуре песочные часы, тоже оно будет прекрасно-прекрасно подчеркивать фигуру и хорошая посадка. При желании, за счет того, что трикотаж вот такой вот, он очень хорошо тянется, можно сделать более плотную посадку именно в области талии и надевать нам будет удобно, и фигуру мы тоже с вами подчеркнем. Вот так вот сбоку смотрится, вот так вот по спиночке, горловина, как вы видите, но она более такая вот как закрытая, при желании мы можем открывать, то есть каждый уже меняет так, как кому-то нравится, и так, как кто-то хочет и видит это платье. Очень удобно в нем, хорошо, и летом будет просто-просто классно, можно такое вот платьице, куда-то в нем и пойти, можно шить просто даже для дома, и дома будет тоже комфортно и хорошо в нем. По рукавчику, кто захочет, тот добавит, кто не захочет, тот оставит, вот так вот. Вот иногда пишут вот такие комментарии, вы можете носить без рукавов, а я без рукавов носить не могу. Почему вы не можете? Ну, я для себя задаю вопрос, почему не можете? Ну, даже если у вас где-то как-то руки не очень красивые, ну, допустим, может быть, вы не можете позволить себе пойти на работу в платье без рукавов, потому что, ну, либо вы занимаете какой-то там пост определенный, дресс-код там и так далее. Ну, здесь я могу, пожалуй, согласиться. Но если вы находитесь дома, в домашних условиях, если вы пошли куда-то на пляж, если вы идете, ну, в магазин с магазина, любите себя такими, как вы есть, и не ставьте для себя рамки, я не могу без рукавов. Ну, вот мы такие, как есть, и я думаю, что всегда есть какие-то моменты, когда мы можем себе позволить чувствовать себя комфортно и хорошо. Например, дома, конечно же, можно и с рукавами, можно и без рукавов. Итак, начинаем моделировать. Для моделирования переснимаем выкройку основу. Выкройка основы есть у нас на канале, у кого ее нет, мы оставляем ссылочку в описании, и вы самостоятельно можете построить. Итак, как вы видите, мы берем выкройку основы не для трикотажа, хотя работаем с трикотажем. Вот, берем обычную выкройку, потому что хотим добиться такой хорошей посадки. Итак, с чего мы сейчас начнем? Определяем с места расположения линии отреза. Я сейчас у меня по балансу, видите, линия талии немножечко вот так вот вогнута. Я могу вот так вот вогнуто и вырезать, но поскольку я буду опускаться чуть ниже, это может быть просто прямая линия. Сейчас мы берем линию талии и от линии талии я опущусь сантиметров на 7 ниже. А от линии, если мы возьмем от линии бедра, это 9,5 сантиметров. Вот так вот я буду работать от линии бедра. Почему именно от линии бедра? Потому что эта линия прямая, я буду отрезать по прямой. И здесь также беру 9,5 сантиметров. Давайте будем красным рисовать, чтобы было понятно, что же мы здесь меняем. Вот так. То есть юбка может оставаться спрямленной, может иметь трапецию внешне, может быть солнце-клёш. Мы ее сделаем расклешенной. Сейчас, смотрите, я вот так вот срезаю и прикладываю юбку. Постольку они у меня одинаковые, я буду использовать только одну часть выкройки. Если у вас перед и спиночка по ширине разные, значит вы отдельно используете для полочки и подписываете перед. Отдельно для спиночки. Я пока откладываю нижнюю часть в сторону. По спинке. Выточка. Как она есть, так и она остается на своем месте. Шов по спиночке прогиб. Мы можем тоже либо оставить, либо сделать вот здесь спрямленной. Я буду оставлять шов. Теперь работаем с горловиной. Выточка, которая у нас есть. Постольку ткань очень такая стрейчевая, я ее не буду делать. А раствор выточки снимаю. Это у меня 2,5 см. Или 2 см. Сейчас измеряю. Ну, 2,3 см. Где-то 2,3 см. Вот так вот снимаю. Сейчас еще проверю. С плечевой линией переда. И линию горловины. Значит, смотрите. Вот здесь вот я оставлю всего сантиметров 5. Вот так вот. То есть я здесь убираю. Ну, давайте я еще расширю где-то вот так на сантиметр. Вернее, выберу сантиметр. Убираю. То есть вот это я сняла выточку. Вот. До вот этой линии. А вот здесь вот я еще приоткрываю плечевую линию. То есть вот у меня плечевая линия. И теперь от нее откладываю 5 см. И прорисовываю линию горловины. Вот так. Теперь поработаем с линией горловины переда. Вот здесь, если вы хотите сделать, чтобы она была такая по типу лодочки. А я хочу пока попробовать так. Я поднимаюсь сантиметра на полтора вот так вот выше. То есть чтобы она была именно по горловине. Выточка нагрудная. Я ее буду переносить в выточку талиевую. Так, здесь, что я прорисовывала, немножко как-то сдвинулась. Ну, не важно. Сейчас я вот так вот выровняю. Значит, вот у меня выточка талиевая. Я ее вырезаю. И закрываю. То есть вот так вот у меня теперь будет выглядеть выкройка. По линии талии открывается большая выточка. Сейчас вот здесь вот заклею, вам показываю. Если мы работаем с такой трикотажной тканью, как у меня, которая очень мягкая и легкая, это будет хорошо. Если взять вот такую выточку большую и оставить ее, допустим, из ткани, которая плохо сутюживается, плотная ткань, то эта выточка будет такая, знаете, ну, как пирамидка выглядеть. И вот здесь вот сутюжить будет очень-очень сложно. Поэтому учитывайте, если ткань мягкая, пожалуйста, вот так вот все оставляем. Теперь, линия горловины. Значит, смотрите, вот я прикладываю, чтобы посмотреть, правильно ли я пересняла. Да, смотрите, видите, у меня все сходится. Вот я сняла раствор выточки, вот у меня плечо. То есть все хорошо, все замечательно. И теперь я приоткрываю плечко. И вот где у меня находится линия горловины. Все, вот такую вот горловину мы с вами получили. Вот здесь такую делаем ее, чтобы она немножечко-немножечко была вот такая вот здесь вот кругленькая. И в этой части, смотрите, когда мы складываем, у нас не должно сойтись вот здесь вот уголком. Ну, вот здесь давайте я вам прорисую, допустим, вот так и вот так. Вот этого угла быть не должно. Должен быть вот такой вот мягкий, красивый переход. Юбку по линии низа будем делать расклешенной. Ну, насколько это нам позволит возможность юбку расклешить, мы ее будем клешить. Все. По линии проймы можем сделать обработку тканью компаньоном и сделать обработку по типу футболки. Так, все, теперь приступаем к раскрою. Саму юбку, смотрите, вот у нас верхняя часть, вот здесь мы разрежем с вами. И, соответственно, получим правильное расклешение. Выкладываю ткань. Значит, ширина этого трикотажа, давайте я сразу сейчас вам скажу. Так, здесь то ли метр шестьдесят, то ли больше. Ага, ну, вот смотрите, вот так вот я беру, у меня получается восемьдесят пять сантиметров. Ну, кромбку, если убрать, да, восемьдесят пять сантиметров. И длина ткани, ну, здесь у меня два метра, два двадцать, наверное, сейчас скажу тоже точно. И потом покажу вам, что же у меня останется. А может здесь и больше. Я, честно говоря, не помню, сколько я заказывала. Каждый день работаем, каждый день ткани, каждый день что-то так. Ну, вот здесь вот два двадцать, да, два двадцать. Все, раскладываю. Итак, я сейчас буду раскраивать таким образом. Смотрите, ткань не имеет направление рисунка. В нашем случае трикотажек. По сгибу я выкладываю полочку в одну сторону. А в другую сторону, вот у меня пойдет как раз расширение юбочки. По юбке, по спиночке я буду делать шов. Поэтому получается здесь у меня полочка переда, да, а юбка спинки. Разрезаю. А затем по юбке спинки я буду делать юбку переда. И дальше я выкладываю наоборот. По сгибу выкладываю уже юбку переда в следующем варианте. А со швом у меня будет спинка. То есть верхняя часть не юбка, а именно верхняя часть спиночки. Вот здесь у меня выточка. Значит, смотрите, сейчас вот я раскладываю. Здесь я обвожу с учетом припуска на шов. Сейчас я вот здесь вот все обведу, а потом полочку обведу. Чуть-чуть сдвину, возможно, вам край не будет видно. Значит, вот юбку. Раскладываю. Выточка. Я ее сейчас убираю. Значит, вот так вот я срезаю. И закрываю. И у меня, смотрите, уже получается вот расширение. Оно само по себе выкладывается. Вот так. Теперь смотрю, насколько я могу расширить следующие детали. Значит, вот эта деталь у меня будет. Вот так. Расширяем. Здесь тоже чуть-чуть я чуть-чуть все-таки немножко расклешу и в этой части. Вот. И теперь смотрю, насколько я могу ближе вот так вот подвинуть. Я подвигаю и приблизительно, опять-таки, приблизительно делаю одинаковое расстояние. Ну, вот здесь у меня получилось больше, здесь получается чуть-чуть меньше. Ну, то есть я не беру, что здесь, допустим, 8 сантиметров, а здесь 2. То есть приблизительно, приблизительно вот так вот выкладываю. Есть возможность выложить больше? Выкладываю больше и смотрю, чтобы у меня же вмещалась все-таки полочка. Видите, и полочка вмещается, и юбка. И расход ткани у меня здесь абсолютно небольшой. Вот смотрите, вот здесь сейчас я забираю 65 сантиметров. Да, даже еще чуть-чуть меньше, но я вот ориентируюсь так по прямой. Сейчас все это обвожу, делаю припуски на швы кругом. Выточку вот здесь вот я буду вырезать. Сейчас вот так ближе подвину. Значит, вот эту выточку я вырезаю и оставляю припуски на шов. Вот здесь до самого верха я не поднимаюсь, я опущусь вниз сантиметра на 2. Вот от этой точки сантиметра на 2 я опускаюсь вниз 2, 2,5, 3 даже можно опуститься ниже. А потом мы вот эту вот выточку выведем вот так вот, чтобы она красиво-красиво у нас выкладывалась. Но ткань, трикотаж прекрасно это тянется, поэтому я думаю проблем нет. Все, теперь сейчас все обрисовываю, припуски на швы даю и вырезаю. По линии горловины, вот здесь видите, я делаю лодочку, а потом я сделаю примерку. Возможно, я сделаю вот такую вот галочку, ну, чтобы как-то линию горловины все-таки освободить. Ну, вот здесь могу сразу вырезать. Обозначаю линию талии. Эти точки я буду совмещать. И вот смотрите, сейчас видите, насколько я вот не дохожу, видите, до этой точечки. Повторяю полностью выточку, как она есть. Вот так вот я ее и повторяю. Все, вырезаю теперь пройму. И дальше мне будет удобнее разложить, раскладывать уже юбку. И вырезать ее, потому что она неудобна. Стол широкий. И тянуться тоже не очень удобно. С одной стороны камера стоит. Вот, и вот здесь, где я, середина переда, и вот так вот сразу высекаю. И сверху, и снизу. Это даст нам возможность с вами потом не совмещать. Ну, не искать совмещение, когда мы будем совмещать. Сразу раз, и мы совместили. Откладываю полочку, вырезали юбочку. Теперь раскладываю опять ткань со сгибом. Вот здесь вот у меня кромка. И будет выкладываться верхняя часть спинки. То есть вот здесь у нас идет спиночка. Я беру ее, обвожу. Выточку, чтобы мне было легче наметить. И ее вот так вот сейчас вырезаю и тоже себе сразу на выкройке намечаю. В какую сторону раскладывать, как бы все равно. Но поскольку вот эта часть у нас уже, и сюда у нас юбочка расширяется, то я выкладываю именно вот так. Кромка срежется. Делаю припуск на шов. Ну, видите, я опустила чуть-чуть ниже, для того, чтобы сюда юбка хорошо выложилась. Небольшой-небольшой припуск делаю по линии низа около сантиметра. За счет того, что юбка тяжесть будет, она все равно у нас немножечко еще как бы просядет. Немножечко подтянется. Точно так же я сейчас выточку нанесу и с другой стороны. Переверну. Выкройку линию талии обозначаю. Сшивать все буду оверлоком. И вот смотрите, сейчас расход ткани у меня будет небольшой. Так, все, спинку я обозначила. Сейчас юбка. И вы знаете, у меня еще останется на футболку. И будет замечательно. Либо она детская платьица. Ну, я когда вообще еще я посмотрю, возможно, я по низу пущу оборку. А вы мне скажете, нужна или нет еще. По низу оборочка. Как оно будет смотреться с этой длиной, мы с вами потом уже определимся. Иногда вы мне подсказываете, что мне делать. Но я имею в виду какие-то такие интересные варианты. Так, вот линия талии. Здесь отрезаю. С этой стороны вот так вот прикладываю припуск на шоу. Все вот так вот, как я раскладывала, так я и делаю. И сразу же вот у меня выточка. Чтобы было все понятно. Затем мне будет легко сшивать. Так, убираю спинку к полочке. И вот я подвигаю и сразу вам показываю, что вот здесь у меня будет раскладываться юбка. Юбка здесь я ее по спиночке, она же у меня со швом. Вот, поэтому я выкладываю так, чтобы шов... Сейчас еще ближе подвину, чтобы мне не тянулся. Вот за пределы, видите, за пределы сгиба. Почему? Потому что за минусом шва. Вот так. И раскладываю еще чуть ниже. Опускаю. Ну, собственно, я могу здесь до самого низа. Вот так вот все убираю. И смотрите, у меня четко-четко юбка разложилась. Ну, я давайте сделаю вот так вот, чтобы было видно. Да, вот так вот приоткрою. И смотрите, вот я беру и вырезаю. И здесь вырезаю. И у меня, смотрите, видите, как все сходится. Если бы я повернула в другую сторону, в спинку, и сюда бы выходила не пройма, а вот так вот прямой средство, у меня бы юбка уже не выкладывалась. Поэтому вот такие вот моменты я иногда шью на большой размер. И у меня тоже хватает. Кстати, с этой ткани, с этого трикотажа получится прекрасная туника. Можно будет шить тунику. Вот так. Пошив тоже здесь не займет много времени. Я еще подумаю, возможно, я как-то дополню что-то здесь. Ну, в сочетании с другим цветом, с тканью компаньоном. Чтобы было что-то такое интересненькое. Все. Пошив очень прост. Сшиваем юбку посередине на спиночке. Сшиваем спиночку. Делаем вытачки. Соединяем. Можно соединить верх-низ, но я буду соединять сначала полочку, верхнюю часть вместе, юбку вместе, а потом сшивать. Ну, вот. Какими деталями я дополню, я еще подумаю. Ну, а вы, конечно же, эти детали уже увидите. Уже их вы видели. Надеюсь, видео для вас было полезным. Шейте с удовольствием. Подписывайтесь на наш канал. Будет еще очень много интересного. Всем удачи. Всем пока.